Здравствуйте! Давно не было видео на нашем канале про развивающие книжки. Сейчас я вам покажу книжку. Это самая популярная книжка этого сезона. Времена года. Мишки. Эту книжку я делала для своего сына, так как он у меня очень любит этот мультфильм. Поэтому в этой книжке живут Тучка, Кеша, Лисичка и Цыпа. У каждого героя свое время года, с помощью которого мы ребенку можем объяснить понятие явлений природы. На обложке у нас 4 времени года. Это зима, с помощью липучки крепится. Это весна, на пуговке, на ножке цветочек. Это яблочко на кнопке пришивной. И это осень, листик на крючке. Также у нас здесь грибочек на липучке. Капельки, ягодки тактильные. Застежка, пчелка и солнышко. Так, мы открываем нашу книгу и попадаем на разворот со страницы «Весна». На весной у нас Кеша, самый трудолюбивый мишка, мимимишка. Он садится в свой трактор зеленого цвета. Но трактор может быть любым. И пашет у нас Ниву. У трактора у нас съемные колеса на кнопочках для моторики малыша. Два колесика съемных. Также у нас здесь на пуговках, на ножках цветочки вишневые. Ну, или по любые другие яблочки, как вы там малышу объясните. Вот. Кроме того, трактор волшебным движением руки у нас превращается в грузовик. И в этом грузовике могут ехать все герои нашей замечательной книжки «Точка, Кеша и Лисичка». Что же у нас на соседней странице находится? Мы сейчас героев уберем. Тут все сложим, как было. На соседней странице у нас лабиринт пчелки. У пчелок тоже весна. Они проснулись и летают. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Вот они могут прилететь сюда. Пыляют на листочке. Сюда можно их посадить. Пчелка летает по лабиринту. Я буду показывать одной рукой, потому что мои помощники отказались участвовать. За что я, конечно, очень сильно на них разозлилась. Вот, поэтому сегодня одна показываю обзор виду. Зато в тишине. Вот так вот у нас летает пчелка. В сотах своих. И вот. Так, она собирала. Здесь у нас улей. Эй, ребята, пошли домой. Несите мне мед. И пчелки полетели домой. Домой. Жить. И в домике в улье. Также у нас тут живет сова в дупле. Ее живет у нас птичка. Птичка у нас живет везде. А сова у нас живет в дупле. Вот такое дупло. Обращайте внимание, так как я уже специалист в этих вопросах. Все делаю одной рукой. Каждую застежку. Вот тут птичка. Мердышко. Вот такая у нас страничка. Посадим всех пчелок по своим местам. И после весны у нас наступает что? Правильно. Лето. Лето. Это у нас яблочки, грибочки. Это рыбалка. Это яркое солнышко. Здесь у нас на рыбалке сидит цыпа с удочкой. Рыбалка у нас лабиринт с сеткой. Здесь спрятаны вот такие бусинки, полубусинки, которые можно продвигать по лабиринту сначала до конца. Вот прямо вокруг. Такие пузырики от лягушки. Поеточки тоже спрятаны. Они тоже двигаются с помощью бусинок. Можно их передвигать. Вот такая интересная страничка. И тут у цыпа у нас рыбка. Поймане. Пряталки различные. Кеша приходит помочь цыпи порыбачить, покупаться. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Эй, тучка, лисичка, пойдемте плавать. И вот они таки втроем, вчетвером все ныряют. У нас также они могут покушать яблочки. Ням-ням, ням-ням, ням-ням. У ежика грибочки на липучках. Здесь у нас пряталки. Ежики. Солнышко тоже на липучке. Все такая богатая, интерактивная страничка. С лабиринтом. С кнопками. С игрой на логику. И дерево у нас, мало того, оно еще тактильное. Это такая приятная ткань. Как будто котика гладишь. После лета, вслед за летом у нас наступает, что правильно, осень. Осень у нас богата овощами, фруктами, витаминами. И здесь у нас лисичка. Самая трудолюбивая, ответственная девочка. Занимается заготовкой на зиму. Что у нее есть? Что у нее растет в огороде? Это у нас яблонька. С яблоньки уже начали облетать листочки. Не на липучках. Яблочки уже собраны в корзинку. У нее у нас тоже на липучках созрели. Это поздние яблоки, поздний сорт. У лисички здесь грибочки уже повешено сушиться. Она грибочки собрала летом. И очень запасливая лисичка. Она же у нас любит варить компоты. Правильно, да? Компоты и всякие вкусняшки стряпать. Смогу, не смогу отстегнуть карабинчик. Карабинчик смогла отстегнуть. То есть я одной рукой сстегнула. Значит, малыш сможет отстегнуть двумя ручками. И тут у нас шнуровка. Шнуровка на продевание грибочков. Через петельку. Вот. Лисичка все насушила. Повесила сушиться, чтобы варить грибовницу своим друзьям, которым вы лишь были играть и бегать. А в огороде у нее растут картошка. Созрела она уже вот складывает ее в свою кладовую, собирает и складывает. Четыре картошки. Пять реп. Четыре репы. Большие, маленькие репки. Тоже складывает она уже к себе в кладовую. Капуста. Бруссельская. Белокочанная. Лук. Обратите внимание, тоже такой тактильный, очень приятный, мягенький лучок. И морковка. Да, вы мне скажете, а лисички такое не едят. А вот наша лисичка. Вегетарианка. И мишки тоже. Вот. Насобирали мишки с лисичкой у нас урожай. Запаслись. Молодцы. Очень продуктивно провели они весну, лето и осень. И Кеша весной вспахал поле. А лисичка посадила и собрала урожай. И Тучка им во всем этом помогал. И Цыпа тоже. Цыпа-то наловил у нас всяких рыбочек. Рыбок. И смело они отправляются в зиму, чтобы развлекаться, играть. Есть варенье, пить компоты. Строить снеговиков и домики из снега. Иглы. Кое-что же у нас тут. Вот. Кеша катается на сноуборде. Можно кататься на сноуборде вдвоем. Но вообще, конечно, нежелательно по технике безопасности. Снеговик у нас живой и веселый. Вот. Собирает его. Ребята. Тыкш-мыкш. Друг за другом. А иглу и домики у нас это не просто иглу. Это у нас пазл. По деталям, по силуэтам. Собрать. Это вот он кажется, что просто. На самом деле, это не очень легко. Ну и вообще, в целом, книжка, конечно, не ноль плюс, а примерно полтора-два года плюс. Вот у меня сейчас старшему сыну уже пять с половиной лет. Шила я ему примерно, наверное, четыре с половиной года, когда ему было. Ну и просто мы остались на третьем улице и полюбили его. Можно и пораньше. И в общем, вот сейчас ему пять с половиной лет. Он еще с удовольствием берет, играет. Ну, конечно, уже не так долго, как раньше. Ну, просто собрать, разложить. Сейчас ему нравится это делать, потому что у него все легко получается. И он получает быстрый результат, а от этого большое удовольствие. Вот так вот игрушка у нас складывается. Вообще, на самом деле, он сейчас уже в основном играет лего. Уже даже лего-техник. Ну, и читаем книжки. Мимимишки. Мишки, мимимишки. Вот. Такие веселые, забавные у нас мишки, мимимишки. Книжки. Собраны почти все элементы для развития мелкой моторики. С помощью нее можно учить малыша составлять рассказы о дружбе, о любви. Вот, как я вам рассказала, перерассказала фактически целый год. Также мишки, мимимишки могут уходить в школу. Куда угодно. Вот. Такая веселая, забавная книжка. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось и была полезная. Полезен мой рассказ. Я прошу вас подписываться на мой канал. Ставить лайк, не забывать. До скорых встреч!